В глубине Алтайских гор, у берега Катуни, на поляне в окружении вековых сосен. Этническими мотивами прозвучал фестивальный турсиб. Фестиваль приобщает гостей к традициям народов Алтая, погружает в многогранную культуру региона. На поляне, кроме сцены, десятки палаток, активности на разный вкус. Можно с азартом пошуметь большой компанией, а за победу еще и приз получить. Или для любителей творческого досуга мастер-классы. Горный Алтай для туристов – место силы. С каждым годом здесь проводится все больше различных фестивалей. Что с одной стороны создает рекламу народным мастерам и артистам, с другой позволяет привлечь дополнительные финансы в регион. Прямо здесь прошла встреча руководителей филиала РЖД, министра по туризму Эрчим Сабашева и заместителя председателя правительства республики Алтай Александра Прокопьева. На месте обсудили вопросы транспортной доступности республики и развития детского туризма. Одним из флагманов которого может стать фестиваль Турсиб. Это праздник, который объединяет тысячи гостей и жителей республики Алтай, познакомив каждого с уникальным культурным достоянием нашей родной земли. Отмечу, что в этом году фестиваль Турсиб посвящен Году Семьи, объявленным президентом Российской Федерации. Правительством проводится комплексная поддержка семей на заготворительном уровне, а также реализуются мероприятия, направленные на сохранение традиционных ценностей. Так и сегодня фестиваль стал символом культурного самобытности республики Алтай и поддержки семей их многовековых традиций. Уверен, что каждый, кто побывал на фестивале Турсиб, получил незабываемые эмоции и впечатления. Больше 70 ремесленников погружают в древние традиции Алтая. Айдана Тадыкина учит из войлока создавать картины и традиционные символы. У нас на Алтае самые древние войлоки были найдены в Базарыхских курганах. Ковры, сидельные украшения, сидельные покрышки, одежда. Много очень изделий, поэтому на Алтае считаются самые древние войлоки. В этом году Турсиб проходит уже в третий раз и уже успел найти поклонников. Приезжают даже из соседних регионов и всей семьей. Ну вообще мы уже второй год туда приезжаем. Мы были в прошлом году, нам очень понравилось. Решили в этом году увидеть и подобрали число, и чтобы обязательно сюда попасть. Меркуловы рассказали, что стали любителями этномузыки и особенно ждут выступления Добрыни Сатина, популярный на родине певец. Этномузыка становится в наше время очень сама по себе популярна не только на Алтае, а в принципе в мире. Вот большой интерес вызывает по всей России. Вот, ну, алтайская, конечно, культура, несомненно, занимает очень важное место в этническом направлении. Это горловое пение, национальная культура, то есть национальные инструменты. На сцене выступили десятки исполнителей. Начинающая группа «Я, река» погрузила слушателей в микс из инструментов. Это шаманский бубен, один из самых древних инструментов мира, ударный. А это у нас кахон, он заменяет нам барабаны, вот такой вариант акустический барабанов. А это обычная электрогитара, которую мы сумели вписать в нашу этногруппу. Концерт продолжался несколько часов, периодические границы между сценой и зрителями стирались. Русский хоровод, медитативные звуки шаманского бубна, невероятные голоса алтайских кайчи – все это августовский вайб фестивального Турсиба-2024. Евгения Ежудова, Владислав Ковалев, День с толком.